Доброе утро! Стендап окружной столицы продолжает развиваться и совершенствоваться. В студии организатор стендап мероприятий в Ханты-Мансийске в Усал-Османов и начинающий комик Анастасия Дубровская. Доброе утро! Доброе утро! Итак, открытый микрофон в Ханты-Мансийске стартует, открывается в январе, да? Вновь! Продолжается, да. То есть мы уже больше года этим занимаемся, то есть в январе продолжим. Вот выступление когда стартует? Ну, после января, после каникул, после 10-го числа. То есть и сейчас идет подготовка? Ну, как сказать, ну, типа того. Просто пока готовим материал, готовим комиков. Больше года живет проект, но в любом случае год это не такая большая. Да, конечно, это мы вообще начинающие комики еще. Но все-таки как все начиналось? Очень трудно начинать что-то новое, что-то с нуля, потому что понятно, там столица, матушка наша, да, там население побольше. Ну, а здесь маленький город, все друг друга знают, все работают творческом. Творчеством никто заниматься не хочет. Да, на самом-то деле уже есть опыт и в других городах. То есть мы следили за тем, как в других городах начинали свои стендапы делать. И мы просто учились у них, то есть смотрим. Ну, они делают по открытый микрофон организовать, смотрим. На самом деле есть даже целые книги о том, как начинать делать стендап. И то есть мы все это изучали, и как бы нам было на что опираться, вот это большой плюс. Но если бы мы это начали делать, ну, лет пять назад, когда все это еще не так было развито, нам было бы, ну, понятное дело, нам бы сложнее. Но так, типа, ну, ничего сложного нет. Ну, и за пять лет уже был вы? Было очень нервно, конечно. Ну, вообще начинал не я, у нас начинала девочка, вот мы с ней, и еще там несколько людей. Мы собрались, такие, давайте сделаем стендап. То есть мы занимались еще и театром, и такие, ну, и все увлекались стендапом, то есть смотрели и московских, и иностранных комиков. Им подумали, а почему бы и нет, почему бы не сделать это у нас в городе. Это хедлайнеры, кстати, театр-студия «Отдыхай». Да, Настя, ты в стендапе недавно, да? Ты вот только-только встала на путь стендапера. Путь истиной? Да, истиной. Что тебя заставило? Я очень давно хотела начать заниматься стендапом, я прям чувствовала, что это мое, мне было что сказать. Мне, я написала ребятам, они мне скинули в электронном виде книжку, как начать, и я ее прочитала. И тоже было очень страшно и нервно выходить первый раз. Я не понимала, как они вообще это делают, я думала, или сейчас быстренько-быстренько свалить. Но я взяла себя в руки, вышла, выступила, и это такие потрясающие эмоции, когда люди смеются, аплодируют, поэтому я хочу этим и дальше заниматься. А вообще, вот любой желающий может стать стендапером? Как стать стендапером в Ханты-Мансийске? После 30-ти, если возможно, стать стендапером. Кому звонить, куда бежать, кому пишешь? Если ты стаж 18, можешь просто написать, но на самом деле любой желающий может выступить. Просто пишите, пишите в камеру, скажу, пишите нам в соцсети StandUpXM, и мы вас примем. Просто пишите, что хочу выступить, и мы назначаем вам дату, вот в такую дату вам удобно выступить, и вы просто приходите и выступаете. Ограничений никаких нет. Ну, а материал? Ну, кастинг же какой-то должен, ну, не кастинг, отсмотр. Нет. Там может быть прислать текст выступления. Нет, не обязательно. Да, но есть же такой случай, что я вот приду и просто такой, просто, ну, плохой материал, скажу так. Есть ограничения по времени только есть. Вот до 5 минут ты можешь делать что угодно. То есть это твое время, ты вышел, ты можешь рассказывать. Ну, у нас, ну, больше за свободу, то есть говоришь все, что хочешь, у нас нет никаких ограничений. И, ну, то, что, ну, может тебя это волнует, других это не волнует, но тебя это волнует, ты хочешь это сказать. Ну, расскажи, хорошо. Ну, на это есть открытый микрофон, на то, чтобы проверить свои шутки. Открытый микрофон, они для того, чтобы проверять свои шутки. А также у нас есть другие мероприятия, не только открытые. Допустим, большой стендап, там уже отобранный материал, то, что уже много раз мы рассказывали, то, что уже точно смешно, только это и рассказываем. Там, конечно, уже платный вход за деньги. Ну понятно, но тут вот идет проверка материала, но сколько материала отсеивается? Очень много. Сейчас сидит начинающий комик, сейчас батон ест, понимаешь, говорит, я стопудово, мне все парни говорят, вот мы сидим, мне парни говорят, тебе надо вообще, тебе в комедии, тебе надо в стендап, ты крутой. Сколько материала отсеивается, как правило, при просмотре? Ну, допустим, я пришел первый раз на открытый микрофон, у меня есть материал. Процентов 70, да? Сколько материала уходит просто в мурну? У всех по-разному. Кто-то прямо с первого раза выступает, и уже все очень хорошо, осталось только еще больше добавить шуток посередине. А есть люди, которые рассказали полностью, такие, ну, вообще процентов 20 оставим, остальное выкидывайте. А вообще мужской и женский стендап, он разный? Темы для мужского и женского. На самом деле темы могут быть абсолютно одинаковыми. То есть это, вот, нет никаких гендерных, да, здесь различных? Ну, конечно, будет странно, если я буду говорить про женские штучки, типа, это, конечно, больше для девушек, но вообще, да, есть комики, которые, есть комики женщины, которые вообще не шутят про женские темы, ну, допустим, там, московские. И, как бы, они, ну, заходят, и, ну, все смотрят. А есть какие-то темы, которые запрещены в стендапе? Ну, вот, то, что озвучивать нельзя или нежелательно. Только если лично, вот, я просто сама для себя, есть у меня несколько тем, которые я считаю, что они неприемлемы, но не всегда комики считают так же, например. Некоторые позволяют себе какие-то такие острые темы, некоторые не позволяют. Ну, вот, итак, открытый микрофон начнет, продолжит, да, свое существование после Нового года, свой путь. Как можно узнать о расписании, когда можно будет прийти? У нас в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте, StandUpXM, просто подписывайтесь, мы тогда выкладываем все афиши, заранее предупреждаем, что вот в таком-то месте, в такое-то время у нас будет стендап. Ну, и также ваши двери открыты для новинок. Да, 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 если вы хотите стать стендап-комиком, вам это интересно, то просто пишите нам, мы с радостью вас примем, мы вам все объясним, что да как, где можно выступить, и назначим вам дату, и просто придете выступить. Ну все, нам нечего давать, мы побежали заполнять заявки. Встретимся на сцене стендапа. Городие Ханты-Мансиски, спасибо огромное, что пришли, творческих успехов, ну, и, конечно, чтобы болты, шутки, чтобы там просто животики разрывались. Доброго водорода желаем вам. С гостями прощаемся, с вами живемся, 2-2,5 минуты дождитесь.